Приветствую вас! На ваших экранах прикольные экономические новости за 12 мая 2020 года. Ну что сказать? Про то, что карантин надо отменять, уже как бы везде все пишут, рассказывают. Ну, вы, наверное, знаете, что Путин карантин сегодняшний день отменил. Хотя он там назывался не карантин, не рабочие дни. Ну, какая разница, как он называется. А у нас сам президент Зеленский высказался, что да, необходимо, то есть никакой ясности. И вот меня все поражает. Ну, или ты говори четко, или вообще не говори. Потому что общие фразы, что благодаря карантину смертность в Украине, да мы без себя знаем, что карантина, если не было, смертность была такая самая. Что там каска рассказываешь про этот коронавирус и про то, как улучшилась медицина, не позорься. Медицина как была бардачной, так и есть. Мне кажется, нам интересно то, что министр здравоохранения сказал, что надо выделить 40 миллиардов гривен для того, чтобы богословить медицину. Короче, воровать, воровать, воровать. Ну, ребята, что есть, то есть. Но, сделаем небольшую паузу и обратимся к заявлению Министерства экономики Украины. Точнее, это сейчас Министерство развития экономики, торговли, сельского хозяйства. Они сделали предварительную оценку роста ВВП за первый квартал 2020 года. Ну, не обязаны это делать. Но, что я вам говорю, это не ГОСТАТ, это Минэкономики. Они посчитали, что за первый квартал 2020 года ВВП Украины упало на 1,2%. Ну, по сравнению с прошлым. Еще, я говорю, это предварительная оценка окончательно может отличаться. Что они посчитали? Ну, есть такой, так званый индекс, общий индекс производства. Так вот, он упал на 3,8%. Это если брать, ну, скажем, производственные отрасли. Да, не меньше, не меньше. Падение есть. Ну, и, в принципе, дальше они пишут, что да, малый бизнес, так дальше, так дальше. Ну, то, что падение... Не, ну, если действительно падение 1,2%, это немного. Я думаю, будет больше. Вообще, по большому счету, действительно, скорее всего, за второй квартал будет обвал очень сильный. Так что, что имеем-то имеем. Я думаю, расти, 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 расти. А пока мы растем. Значит, смотрите. В Верховной Раде хотят принять закон, который должен помочь бизнесу, как бы сказать. Сейчас объясню, в чем логика. Предлагается. Этот законопроект есть, там, 3329D, но его он прошел комитет. В чем логика? Предлагается еще на один месяц освободить упрощенцев от сплаты единственного социального взноса. То есть, не надо будет платить. Договорились. Потом предлагается дополнительно выделить денежные средства. Звучит это так. Частичная безработица на время карантина. То есть, другими словами, то, что я говорил, что работодатели, в том числе малый и средний бизнес, будут иметь право обратиться в фонд, там, в случае, в борьбе с безработицей, и выпросить деньги, за счет этих денег выплатить что-то на подобные пособия по безработице тем людям, которые не работали во время карантина. Пока это еще непонятно, как будет, сразу говорю. Есть такая идея, есть даже документы, пока не платили. Ну, как вы догадываетесь, на это надо выделять деньги. Ну, вроде бы, может быть. Что еще? Какую льготу? Льготу предложили следующую, что вот эти все доплаты медикам 300%. Плюс ко всему, вот эти выплаты на вынужденную безработицу освободит от военного сбора и от подоходного налога. Ну, частично на это есть. То есть, в данном случае, вот такие льготы предлагаются. Ну, скажем так, если вы не сработаете, да, единственное возникает вопрос, за какие деньги. Ну, понимаете, как все упирается в следующее. Идея хороша. Деньги. С одной стороны, говорят, да, налоги можно не платить. С другой стороны, мы вам дамо из госбюджета льготы. Деньги иди брать. Ну, там. Вот это вот, ну, там она всегда нас подбивает. Но, хотя в наше-то время, я так понимаю, льготы это не самое главное. Почему? А потому что цена на бензин в Украине снижается. Ну, вот смотрите. Это ассоциация. Ой, извиняюсь. Консалтинг-группа А95 посчитала, что 20, ну, в конце апреля месяца средняя цена на бензин марки 95 была 23,75 гривен. Сейчас, ну, то есть уже 12 мая, средняя цена на бензин 21,86 гривен, ну, пару гривен, да, снизилась. Не, спорить не буду. Да, действительно, немножко, чуть-чуть на цена на бензин снижается. Ну, газ подешевел. Да, спорить не буду. Действительно, газ подешевел. Ну, что, а работает? Ну, многие объясняют, почему снижается цена на бензин. Спрос падает. Да, не спорю, это сказывается. Ну, и плюс ко всему, сейчас, действительно, запасы нефтепродуктов просто колоссальны. Вот вся статистика. Просто колоссальны запасы нефтепродуктов. Поэтому ждем дальнейшего подняла. Очень хочется, чтобы цена на бензин 95-го была ниже 20 гривен за, правильно, правильно, за литр. Так, еще такая новость, ну, давайте назовем его новость сферы шуток. Значит, опять очередное заявление, ну, в данном случае у Автодора, который сказал, что в него не хватает рабочих рук, он с удовольствием возьмет на работу астербайтеров и так дальше, так дальше, так дальше. На дурной вопрос, как вы будете платить, зарплата будет на уровне европейских. Врут, врут, врут. Но начнем с того, что рук хватает. Не хватает денег, чтобы разворовать. То, что Украфтудор ворует, это просто ужас. Представляете, что получается? Та сумма денег, которая доходит до тех, которые делают дурогу, она ничтожно маленькая. За эти деньги, ну, песок рассыпать нет. По этой причине проблема не в отсутствии рук. Проблема в том, что люди за 2-3 тысячи гривен работать не хотят. А получается так, эти украли, эти украли, эти украли. И когда пришла сумма денег вниз, там такие маленькие деньги, что ну просто нанять нельзя. Да, конечно, руководство Украфтудор не в курсе. Они не знают, кто ворует. Мы понимаем. Мы все понимаем. И смеемся дальше. Нацбанк опубликовал данные работы банков за первый квартал. Ну, вы же понимаете, что банк издает отчетность, считает, рассчитывает. Ну, скажем так, да, количество банков, которые зафиксировали убытки, стало больше. Ну, это логично. Почему? Сразу объясняю ваше внимание. Есть бухгалтерские учеты и налоговые учеты. Это бухгалтерские. По бухгалтерскому учету убытки чаще всего образуются, если растет количество проблемных кредитов. Не хочу вас перегружать, как это делается, но по учету происходит вот такой трюк. Как только растет количество проблемных кредитов, сразу формируются так званые бухгалтерские убытки. Да, действительно. На сегодняшний момент, ну, согласно этих всех расчетов, ну, практически 50% всех кредитов в Украине проблемных. Что значит проблема? Не платятся ни проценты, ни погашаются. По этой причине, когда я слышу разговоры, мы будем развивать кредитование бизнеса. Я говорю, мы смеемся вместе с вами. Но поймите, для того, чтобы кредитование бизнеса развивать, надо, чтобы у нас кредитование, скажем, чтобы не было этих убыток. Они есть. Сразу говорю, это все заслуга Гонтарева. Если бы не было Гонтаревой, этих убытков бы не было. До Гонтаревой общее количество проблемных кредитов не превышало 15%. Сейчас, ну, причем самое интересное то, что каждый год говорят, вот сейчас будет уменьшаться, проходит. О, опять вырос. Конечно, выросло. Зачем Майдан делали? Зачем Гонтарева поставили в голове НБУ? Сейчас кушайте. А что же вы хотели? Украло прилично. Ну и свежая новость. Наш премьер-министр заявил, что Украина, скорее всего, подпишет меморандум с МВФ в конце мая 2020 года. Боже, сколько раз я это слушаю. В прошлом году, в этом году, я вообще не знаю, зачем вам этот меморандум, зачем вам этот МВФ. Что вы, знаете, как дурень с торбой, а так вот с МВФ убегаете. Мы подпишем, мы скажем, да зачем? Что это даст? И инвестиции будут. Прекращайте бред инвестиций. В мае 2014 года тоже подписали меморандум. Тоже рассказывали, что будут инвестиции. Помните, в релизе 70 миллиардов, 50 миллиардов. Где? Нету. Это ложь. Меморандумов вообще нафиг не нужно. По этой причине, даже если мы подпишем в конце мая, неизвестно какого года, работает. Глупые вещи и даром не нужны. Интересная новость, но здесь согласен. Министерство финансов Украины заявило, что есть большая проблема и с переизбытком учителей. Да. Знаете, смотрите, у нас же существуют так званые нормативы, сколько школьников, сколько учителей. Исходя из этих нормативов рассчитывается субвенция с госбюджета, которая приходит, ну, соответственно, в местные органы власти, и там уплачат зарплату учителям. И вот когда посчитали, возникли перекосы. Министерство финансово говорит, да, колоссальный перекос. А у вас есть. Надо немедленно закрывать излишние школы. У нас есть громадное количество школ, провинций, где учеников меньше, чем учителей. Я не шучу. Я не шучу. Учеников 8, учителей 10. Целая школа. Говорит, ну, закрывайте немедленно. Да, действительно, перекосы. У нас, понимаете, какая ситуация? Если взять из госбюджета Украины, 22%, повторяю, 22% всех расходов от бюджета Украины, это образование. Из них там почти 20, это на школу. Сумасшедшие деньги идут. Размазывают по всем. И говорят, учителей маленькая заплатка. Конечно, маленькая. В шею гоните, гоните в шею. Уменьшайте количество школ. Да, зарплата будет нормальная. Знаете, встречал учителя, которые работают в Турции. Вы знаете, что их высокая зарплата? Да, ну, по украинским меркам, сумасшедшие высокая. Почему? Там нормальное соотношение учителей и учеников. А у нас ненормальное. Пока мы не сделаем, как в нормальных странах, хотя бы как в Турции, у нас никогда нормальной зарплаты учителей не будет, ребята. А день выделяется колоссальный. Новость, которую нельзя было не пройти. Харьковский тракторный завод полностью восстановил свою работу после карантина. Я знаю, что он не работает на полную мощность. Это все понимают. И то, что в таком большом количестве он не нужен. Я знаю, что там пытаются уменьшить, оставить только нужные цеха и так дальше. Но, видите, как олигарх сказал, сделал. Завод работает, карантин закончился. Может, действительно надо олигархов поддерживать, чтобы карантин закончился. А то же, видите, как творится. Не помогают и все. А эта новость, действительно, мне кажется, хорошая в каком смысле? Министерство автоструктуры сделало план запуска общественного транспорта. Не, на должность, действительно, туда-то есть. Да, ты понимаешь, до этого все начинается какие-то цифры. Значит, рассказываю. С 22 мая, тут так прописано, запускаются городские автоперевозки, кроме маршрутных такси. Ладно, говорили. Маршрутные такси можно. И пригородные перевозки в пределах одного района. То есть, ну, вы поняли там по району. Нормально. С 29 мая запускаются внутриобластные авиоперевозки. Нормально. И начинают запускать поезда. Ну, тут они даже перечисляют, что сначала будет Интерсити плюс, Ночной экспресс. Потом говорят, ну, туда-сюда и как бы, ладно, уговорили. Обещаю, с 29 мая запустить внутриукраинское авиасообщение. Да запустить можно, летать не будут. С 9 июня будут запускать межобластные и международные автоперевозки. И маршрутные такси. Нормально. С 12 июня 100% пригородных поездов. То есть, грубо говоря, ну, если схить с их графикой, с 12 июня, ну, в общем-то, вообще, если транспорт должен запускаться, и пассажирские поезда должны ходить полностью, тут написано по согласному графику. Ну, и если они это сделают, снимают шляпу. Понимаете, я во время термии критикую, но когда люди делают глупости, а тут правильно, тут есть четкие даты. Понимаете, в чем прелесть четких дат? Четко можно запланировать. Хорошо. Пускай эти даты. Я же ничего не оправлю. Ну, понятно. Ну, что для любого человека, который, ну, собирается что-то делать, открывать, закрывать и так дальше, или просто работать, ему надо четко понимать, с какой до какой даты. Вот, понятно. До 12 июня, до 9. Понятно. Все понятно. О. Молодцы. Не, молодцы. Министерство обороны спалилось. Ну, вы, наверное, знаете, что Евросоюз все требует публичности, и они заставили, на всех, через коленочко, Министерство обороны заставили опубликовать отчет, как они потратили деньги за 2020 год. Очень не хотели. Понимаете, я начинаю читать, вот это люди украли. 22 миллиарда, 25 миллиардов. С ума сойти. Вот это люди украли. По-по-по-по-по-по-по. Ну, я могу пару перл, перл зачитать. Значит, створение информационной структуры Министерства обороны, 50 миллионов. Ремонт, модернизацию фрегата ГЭТПАЦАГАЙДАЧТЫ, полмиллиарда. Возобновление контрактов под госгарантию, 2 миллиарда. Капитальный ремонт. 4 миллиарда. Вот люди украли. Вот выкрали. Нет, понимаете, воровать на армии одно удовольствие. Одно удовольствие. Воруешь, воруешь, воруешь. Потому что мы же защищаем. Кого вы защищаете? Вы деньги наши воруете. Вы просто тупо воруете наши деньги. Под видом обороноспособности. Потому что то, что мы видим... Ребята, какая к черту армия? Вы жилье. Не, я понимаю, воруют все по-разному. Генералы больше. У нас прапорщика стали. А сержанты меньше. Но воруют. Миллиарды, миллиарды. 35 миллиардов разворуют. 22 миллиарда. Тупо разворованный денег. Там же откаты по 70%. А потом удивляетесь. Ну, почему же так много денег? Ну, как же много денег будет? Конечно, много денег идут на армию. Потому что много воруют. Еще такая забавная новость. Меркель, Шмикаль. Как вы догадываетесь? Канцлер премьер-министр. Обсудили реформы коронавируса. Ну, понятно, по телефону. Сами понимаете. Ну, сложно сказать, о чем они говорили. Нет. Тут есть общие фразы. Это несерьезно. Реформы в Украине, Германии. Ну, это несерьезно. Тем более, по-моему, мне кажется, премьер-министр вообще не понимает, что такое реформы. Я не знаю, понимает ли канцлер Германии, что такое реформа в Украине. Нет. То, что реформы Германии, я думаю, она понимает. А коронавирус? Ну, смотрите. Мы торгуем и будем торговать с Германией. Тем более, у нас товарооборот даже в определенной степени... Нет. В последнее время упал. Меньше покупать начали от автомобиля. Хотя, действительно, мы в Германии поставляем... Жизнь, не гадайте, что. Одежду. Да, 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 да. Железную руду. Металлы. Кукурузу не поставляем. Вот такая ситуация. Так что, ну, поговорили, то хорошо. Ну, и самая-самая главная новость. 12 мая 1311 года во Франции публично были казнены 54 руководителя Ордена Тамплиеров. Так что, знали как. Ну, по большому счету, вообще Орден Тамплиеров это интересная ситуация. Это христианский орден, который создали на Ближнем Востоке во время Христовых походов. Но со временем они так классно начали заниматься контрабандой с арабскими, что когда ряд христиановцев захотел вести боевые действия, освобождать Иерусалим, Иерусалим был захватчик тогда уже. Ну, он захватчик. Тамплиеры выступили против. Сказали, зачем воевать с арабами, если мы с ними торгуем? И действительно, надо дать должность, тамплиеры ужасно разбогатели на незаконной торговле между, скажем, Востоком и Западом. И Франции подумали, а неплохо или их было ограбить. Ну, и нашли причину, что Орден Тамплиеров впал в ересь. Такая вот эта история. Ну, что ж, благодарю за внимание. На этом прикольные новости за 12 мая закончились. Удавтра будет следующий день. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...